Для чего, собственно, нужна эта дорога, этот технологический проезд? Очень много вопросов к ней от общественности, от СМИ. Этот так называемый маленький микрорайон, ограниченный улицами, новощепной ряд, высокий переулок, водопроводный Мечниково, он находится в достаточно зажатом состоянии, все здания и сооружения. И для того, чтобы более быстро происходила реакция технологического транспорта, такого как скорая помощь, полиция, пожарные, к заведениям, которые расположены достаточно в неблизком расстоянии друг от друга, было принято решение сделать технологический проезд. Вокруг общеобразовательных школ должен быть круговой пожарный проезд. На сегодняшний день этого проезда в том районе нет. И для того, чтобы дети не попали в нехорошую ситуацию, нам необходимо создать такие условия. По поводу парковки тоже вопросы? Во-первых, все проезжать не смогут, могут приезжать, проезжать только те, кто будут приезжать для прогулок в парке Преображенский или для посещения зоопарка. Парковка, скорее всего, что будет платная, потому что все-таки содержать парк и парковку в чистоте тоже необходимы какие-то средства. Там будет какой-то пост охраны, шлагбаум? Да, будет организован пост охраны и при необходимости будет поставлен шлагбаум. Никогда не было южнее парковка, не располагалась. Она всегда была на одном и том же месте на протяжении уже последних трех лет. По поводу деревьев, которые попадают в место производства работ? В проекте было заложено снос более 40 деревьев. Когда мы приступили к работам и прошли с экологической инспекцией, составляя акт на снос деревьев, было установлено, что можно снести 29 деревьев. Остальные не обязательно трогать. В настоящий момент мы снесли только 12 и больше мы не планируем сносить. Для чего необходимо? Значит, мы снесли порядка 7 деревьев непосредственно для того, чтобы сделать вот этот технологический проезд и порядка 5 деревьев расчищая в районе входа в зоопарк. Нового входа в зоопарк. Смотрите, вот пост охраны будет организован. Если надо, будет поставлено здесь шлагбаум. И вот продвижение мы, наоборот, уменьшили количество. Можно было сделать и больше в связи с тем, что деревьев здесь... Мы снесли вот только вот в этом месте, немножко деревьев снесли. И одно, по-моему, было где-то вот здесь. Можно я покажу? Да. Вот здесь у нас были три дерева и здесь еще вот в этом месте одно. Вот это дерево, в частности, сохранено, которое очень полностью, чтобы оно не мешало. И обошли дорожки. Здесь будет вот официально... Сейчас, где здесь центральный вход? Вот здесь вот центральный вход на центральную аллею, которая пойдет в парк. И припарковав машину, родители с детьми могут уйти либо гулять в парк, либо в зоопарк. Вот можем показать входную группу в зоопарк. Сереж, вот план входной группы в зоопарк. Здесь большой круг в парке Преображенском. Здесь вот... Вот, вот, вот. Да. А, прошу прощения, вот. Вот большой круг. И от круга вот по территории парка мы входим в зоопарк. Здесь деревья не трогаются. Вот они какие были, такие они и есть. Может быть, снесли пару штук непосредственно по самой трассе. Парк от угла так и будут проходить. И будет пешеходная зона, чтобы можно было перейти на ту сторону. На сегодня там люди ходят в болоте по коленам. А вход в края тут как-то. Сейчас на слуху у всех, что яблоки нашли кости на месте производства работ. Ну, во время производства работ, сколько мы работаем в парке Преображенском, не было найдено ни одного раза ничего. Технически мы, в принципе, в последние несколько дней техникой не работаем. И, проходя каждое утро, просматриваем, ведь через парк ходит большое количество детей и людей, и смотрим, чтобы ничего не было такого. Но у нас ничего не было. Зная, что было вчера митинг общественников, ну, наше предположение, что, скорее всего, что провоцирует и принесли, может быть, какие-то. Потому что на то, что это было раскопано, не похоже очень.